Самый любимый подарок 8 марта у многих женщин – это тюльпаны. Многообразие цветов и видов, а также доступная цена растения позволяет подобрать букет для каждой красавицы. Чтобы в женский день мужчины могли порадовать свою любимую, сотрудники городского центра по благоустройству и озеленению начинают готовиться в октябре. В этом году тюльпаны выращивали по 9-градусной голландской технологии. Луковицы с момента посадки до января находились в температуре от 0 до 9 градусов. Затем температуру постепенно повышали до 22 градусов. В этом году на нашем предприятии выращиваем все новые сорта. Мы вас хотим удивить новым сортом – светрозе. Это сиреневый тюльпан, высокий, роскошный тюльпан. И цвет роскошный, и высота хорошая. Тюльпаны красные – это будут у нас скайп. И еще сорт у нас сивила – тоже интересный сорт. Эти представлены разновидностью «Триумф». Очень такие насыщенные цвета у них. Естественно, у нас будет желтый цвет. Это сорт «Стронг Стим Елоу». Новый сорт для нашей области вообще. Луковицы самого весеннего цветка попадают в Ульяновск из Голландии. Правда, уже не напрямую, а через Латвию и Беларусь. Причина длительного пути – санкции. После транспортировки качество луковицы проверяет Россельхознадзор. Они же смотрят готовый цветок и дают разрешение на продажу растения. Сначала мы визуально оцениваем растения. Потом те растения, которые окажутся более подозрительными, мы их аккуратно вытраскиваем в листок бумаги. И потом через бинокуляр смотрим. Все, что упало, собираем в пробирку. Затем их упаковываем в пакеты и направляем аккредитованную в лабораторию ФГБУ в НИЗЖ для идентификации уже тех объектов, которые там попали. И уже лаборатория даст окончательное заключение о наличии либо отсутствии карантинных объектов. Если карантинный объект выявляется, то партия, к сожалению, приходится на полностью уничтожение. На прилавки магазинов поступит 200 тысяч тюльпанов, выращенных в Ульяновске. Кроме того, в цветочные ларьки поступят наши розы, а также новинка тюльпаны в горшке, которые потом можно посадить в открытый грунт в саду.